Я даже представить себе раньше не могла, что комментарии под видео на ютубе так вдохновляют, так поднимают настроение, их так приятно читать. Понимаете, вот если вы снимаете влог, вы знаете, о чём я сейчас говорю. Вы снимаете свою обыденную жизнь, жизнь, в которой для вас нет ничего сверхъестественного и удивительного, по сути. Но когда вы понимаете, что людям, окружающим интересно это, и им приятно, им нравится смотреть на вас, то хочется снимать ещё, ещё и ещё. Потому что когда ты не чувствуешь вот этой подпитки от людей, от зрителя, ты перестаёшь чувствовать вот этот энтузиазм, и ты перестаёшь вдохновляться, потому что вдохновение идёт именно от комментариев. Это так здорово, когда я захожу в ВКонтакте и вижу там сообщения от девчонок, которые смотрят мои видео на ютубе, и они советуются со мной, будь то личная жизнь, будь то беременность, будь то какая-то красота, всё что угодно. И это так приятно, потому что я люблю быть полезной, и я хочу быть полезной для вас, и поэтому вот эти комментарии и то, как некоторые из вас выходят со мной на связь, это для меня очень приятно. Я, правда, получаю от этого неимоверный кайф и просто бесконечное удовольствие хочу, просто из-за того, что я знаю, что я для вас вот есть, и вы меня смотрите, это очень приятно, правда. Я сейчас сижу на полу, я ненавижу зиму, и я не могу просто держаться, я должна сейчас сказать вам, что я ненавижу зиму, я не люблю выходить зимой на улицу. И с каждым годом для этого становится всё больше и больше причин. С тех пор, как я перестала играть в снежки и кататься с горки, зима мне нравится всё меньше и меньше. Те, у кого есть айфоны, я знаю, что все, практически все жалуются, что айфон на холоде выключается. Я не могу ничего записать на улице, я не могу достать телефон, написать быстрое смс, ну, то есть, единоразово. Ты не сделаешь прическу нормальную, ты просто всё мёрзнет, всё такое красное, всё. А одеть ребёнка, выйти на улицу в такую погоду, это просто жесть, просто жесть. Я не могу такая злая сейчас. Потому что, понимаете, получается, что я могу снимать только дома, а так хочется снимать что-то на улице, но вот стоит мне только достать, стоит мне только достать телефон, как он сразу же выключается. Потом я прихожу домой, сажусь на пол, включаю его в розетку и вот со свежей головы рассказываю, что со мной произошло. Вот, ну, мы сейчас погуляли, зашли домой, я зашла в пару магазинов, покупила кое-что из еды. Малая у меня спит, в коляске. Я всё-таки немного сниму на улице, очень сильный мороз, ну, для меня это очень сильный мороз, для кого-то может быть синий. Сейчас телефон выключится и всё, мы пойдём домой. Я специально подошла паблишер к дому, чтобы, если что, сразу зайти домой. А пуп с мной спит. Люблю, когда Оришка продолжает спать после возвращения домой. Приходится дома открывать все окна, потому что, если я начну её раздевать, переодевать, перекладывать, она обязательно проснётся, а так она хоть ещё лишний час поспит. Я очень тепло одеваюсь, когда я дома, если она спит. Я коляску ставлю к окну, открываю его настиж полностью, а сама я иду в другую комнату и занимаюсь своими делами, чтобы не мёрзнуть, потому что мне достаточно на улице погулять. Привет! Очень извиняюсь, что в этом блоге было только моё лицо и мои полтовня, но вот так вот в следующем блоге, я думаю, будет что-нибудь поинтереснее, потому что мы уже выздоровели, и теперь мы уже можем куда-то пойти, мы можем гулять на улице спокойно, и праздники закончились. В общем, пока-пока!